всем привет поковыряемся сегодня с полировочкой на двух элементах бампер и капот ну все показывать буду на капоте это volkswagen заводской весь ушорканный стандартный черный цвет до проблема того что сильно очень видно и уже весь кузов отполирован все сделано должно выглядеть все примерно вот так надо еще пройти потом прокорректировать смотрим что у нас есть и для тех кто особо внимательные смотрите внимательно значит у нас есть rupis маленькие образцы брал на пробу паста реально хорошая но дорогая есть визор реально пасты хорошие но по скорости работы относительно rupis а медленнее работает то есть надо чуть чуть дольше греть чуть чуть дольше натирать блеск от тысячки изумительно есть 815 благо попробовали и так скажу своих денег она не стоит хотя работает лучше чем 417 но если использовать как среднюю да если стараться использовать как выпиливающую вообще не работает есть миндзерна финишная глянец средняя та которая блеск набивает трехсотка как я ее назвал та которая 7000 трезак на меху делает матовость и не оставляя за собой вот эту риску то есть выпиливает выгревает чем будем работать из всего этого можно хоть эту связку выбрать хоть эту связку выбрать хоть эту связку выбрать но если раскладывать все это на финансовую искомую составляющую то этой связкой по цене и время затрат уходит интереснее чем этой связкой гораздо но в этом плане по цене интереснее а в этой связке по времени вот это интереснее а по цене они в принципе получаются одинаковые даже это не интересно что не по цене что не по времени и тем более она одна она не автономно она не работает то есть мне нужны еще вот 74 паста и 83 паста чтобы значит сейчас делать со связками определились это будет только миндзерна будет у нас участвовать желтый мирковский круг обязательно с него мы будем на трехсотке начинать потом будут участвовать средней жесткости поролон на четырехсотке и не в трехтысячке черный мягкий круг который добьет и сделает идеальный глянец также нужна маска потому что мех пылит если видите вся машина так это она уже обдутая вся машина мелкой пыли это все от меха и мех превращается на вот такие вот усманщики разрываются по всей машины для эту машину уже у меня а будь треть полоски третий второй мех вот взял не допилил не мог допилить полтора элемента предыдущего просто умер посмотрим что тут у нас накапано закапано катером 4 за нем и вперед а и 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 Продолжение следует... 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 Финиш 15 минут на капот... Да какой 15? Минут 7, наверное, на капот. Черным кругом еще пойдет. И будет красавица. Ну да, красавица тут еще работать и работать. Ее еще надо все помыть. Теперь трехтышка на черном мягеньком кружочке с той же машинкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сильно значительной, прям разительной разницы. На камеру не видно, но здесь блеск черней что ли. Тут есть еще белесость какая-то в блеске. Но реально, если машину два раза помыть, этого уже не будет видно разницы. Но этим кругом и все быстрее проходится гораздо... Сколько? Пять минут на половинку. Пять минут на другую и будет все готово. Есть, чуть-чуть есть разница в блеске, но не сильно. Заблестел капот. Загорелся красками. Теперь надо все отмыть, очистить, попродувать. После этого закорректировать. Поставить точечки на сколы светящиеся. И, можно сказать, полировка закончена. На капот у меня ушло почти два часа. Все, доделан капот. Доделана машина. Черная, красивая. Получилось. Связка вот эта, которая я сейчас работал, мне очень понравилась. Но очень важно понимать, что не на каждом автомобиле связка отработанная, допустим, в этом случае, прокатит на, к примеру, японских оригинальных лаках. Потому что они твердые, они тонкие. С ними надо работать чуть по-другому. Поэтому надо играться, искать, выискивать вот эти вот связки, что с чем работает хорошо. Чтобы было несколько вариаций, скажем так, на тему. Все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.